Здравствуйте, ребята! Сегодня я хотела бы вам показать, рассказать про фильм Перекрёстки с первым фильмом Бритни Спирс, такой полнометражный и действительно фильм, где она играет главную роль. А значит, у меня вот такая небольшая коллекция два DVD-диска с Бритни Спирс и диск с саундтреками к этому фильму. Давайте начнём с русской лицензии. Ну, это, как мы видим, за килограммку некая лицензия русская. Выглядит она вот так. Честно говоря, не очень классного вида она. В своё время я не купила, к сожалению, да и когда выходил этот фильм, то были одни пиратские диски, поэтому что есть, то есть. Честно говоря, ну, качество нормальное, в принципе, довольно, и цена была недорогая. Значит, о чём фильм? Ну, наверняка, каждый из вас знает, что фильм о школьнице Люсе, которая заканчивает школу и по настоянию своего отца хочет поступить, ну, дальше продолжать своё обучение. Вот. Но, тем не менее, она достаточно неопределившийся подросток, который, собственно говоря, собственно, и не знает, что она хочет, а живёт только желаниями своего отца. И когда её бывшие подруги приглашают, точнее, подруга приглашает её съездить на прослушивание, то она соглашается. Дальше идёт фильм, где они постоянно едут на машинах, на машине, с ними случаются разные-разные приключения, и в конце концов, ну, если вы посмотрите, то из Люси вырастает такая замечательная певица. Ну, это кратко, конечно, я не суперрассказчик, но, тем не менее, кратко как-то познакомила вас. Так выглядит всё у нас внутри. Вот. Ну, такой диск в магазинах сейчас редко найти, я заказывала его через интернет, куда там сайт. В принципе, стоящая вещь, стоит посмотреть. Такая молодёжная комедия, правда, отзывы по её поводу были нелицеприятные, но, я думаю, вам понравится посмеяться, поплакаться и так далее, и тому подобное. Этот у меня диск чисто нерусская лицензия, специально купила из-за дополнительных кадров. Честно говоря, видите, это специальное издание для коллекционеров. Честно говоря, не пожалела нисколько, хоть и в английском не особо сильно, но, тем не менее, что надо, то поняла. Вот это все бонусы, которые входят в диск. Так выглядит диск сзади. Значит, что у нас в бонусах? Ну, два музыкальных клипа Overprotected и Amnada Girl. Также комментарии различные, 40 дней с Бритни Спирс, ну, там всё кратко. 7 удалённых сцен, караоке и так далее, и тому подобное. То есть, много-много всего. Всякие отрывки, которые не вошли в фильм и так далее. Честно говоря, стоящая вещь. Её стоит купить, именно вот это издание для коллекционеров, потому что в русском DVD вообще нет топ-кадров, никаких. Но, есть одно но. Регион первый. У нас в России регион пятый, поэтому на вашем DVD проигрыватель этот диск вряд ли проиграется. На компьютере есть вероятность, но, опять же, есть некоторые заморочки. Поэтому, если вас это не устраивает, лучше вообще не берите этот диск. В нём есть такая штука, вкладыш, где, собственно говоря, написаны вот эти все доп-кадры, которые есть на этом диске. Чего-то у меня ничего не получается сфокусировать. Жаль. Значит, вот так выглядит этот вкладыш. Очень классный вкладыш, мне кажется. Вот так он выглядит с этой стороны. вообще я люблю всякие вкладыши в диске. всегда какие-нибудь плакаты, какие-нибудь штуки очень классные и интересные. Ну да ладно. Как-то так может что-то увидеть. Тоже, правда, маловероятно. Хорошо. И так выглядит у нас здесь. Тоже оригинально. То есть, конечно же, для фанатов стоит купить обе версии, чтобы и по-русски смотреть, и иметь такое коллекционное издание. Для любителей можно купить русскую версию. Так что вот так. И нашла в одном магазине такую замечательную вещь, как саундтреки к перекрёстку. Честно говоря, я не знала, что они даже существуют, но предполагала. Песен мало, всего шесть. Две из них Бритни Спирс, вторые это просто песни, которые играют в фильме. Честно говоря, ничего особенного здесь и нет. Только достаточно простой диск. Такая белая коробка. Достаточно оригинальная. Здесь у нас написано всё о треках. То есть, ничего особенного нет. То есть, стоит ли это покупать или нет. Если вам понравились песни из фильма, то купите. Правда, здесь, конечно же, не все. Песен очень много, достаточно музыкальный фильм. Это что касается саундтрека. Не знаю, где-то можно сейчас его купить или нет. Я, честно говоря, когда нашла его на сайте, очень сильно удивилась. И хочу напоследок познакомить вас с фильмом, в котором Бритни правда сыграла от силы одну минутку, но тем не менее она там была. Это фильм Мастин Пауэр с Голдмэмбер, с Бейонсом Ноулс, ну и понятно с кем, с Майком Мэйерсом. Вот. И дополнительный материал, куда входит клип Бои с Бритни Спирс. Также Бритни встречается в самом начале фильма и в субтитрах. Долго не буду рассказать про этот фильм, потому что, собственно говоря, Бритни там не особо снимается, но просто посмотреть, посмеяться этот фильм есть смысл. И для коллекции фон.